Дмитрий, почему после исповеди, причащения у меня были скорби, болезни, страдания, люди относились неуважительно, так много искушений? Ну, потому что Господь вам дал понять, что мир, он несовершенный, понимаете? Иногда у нас неправильное понимание Евангелия, то есть не только Евангелия, но и вообще духовной жизни. Вопрос просто про Евангелие задали и отвлёкся. Мы думаем, что если мы причащаемся, то всё, у нас в жизни всегда всё должно быть хорошо. Раз мы постимся, раз мы исповедуемся, то всё. Бог, он как какой-то исполнитель желаний, всё будет делать хорошо. Да не так это. Господь пришёл не чтобы нам дать благоденствие в земной жизни, а чтобы дать возможность войти в вечную жизнь, понимаете? И по сравнению с вечной жизнью, вот эти наши земные какие-то мелочи, суета, это всё ерунда. Когда человек умирает, то мы понимаем, что всё это глупости. То, за что мы переживали, то, о чём мы волновались, это всё ерунда. Она не играет никакой роли. Вот человек умер, всё, что его ждёт. Вот это важно, понимаете? То есть, это не значит, что если мы будем исповедоваться, причащаться и поститься, то всегда всё будет хорошо. Да нет. Никто об этом не говорил. Да, бывает, Господь нам помогает в решении многих вопросов, для того, чтобы мы могли жить спокойно. И большинство православных людей рано или поздно приходит к тому, что им не о чем просить Бога. Они понимают, что Господь им дал всё, о чём они мечтали. Но это получается, понимаете, так естественно. Вот как родители дают ребёнку то, чего он хочет. Не заставляют, а просто вот знают, что ему надо. И Господь нам даёт то, что нам надо. А иногда какие-то наши желания, они выдуманы. Они нам вредны. И за это отмногу Господь нас оберегает. Мы молимся, и Господь нас оберегает. Вот, когда у вас после причастия сразу начинаются такие искушения, Господь показывает, что вам ещё очень много над собой надо работать. Это значит, что у вас нету любви к ближнему, недостаточно мира в душе. Потому что вы только причастились и сразу опять впали в грех. Значит, не смогли сохранить эту благодать Божию, которую получили в причастии.